Рак молочной железы Рак молочной железы – самое распространенное онкологическое заболевание у женщин. При этом в большинстве развитых стран, впрочем, как и в Белоруссии, растет число заболеваний этой формой рака. Почему об этом заболевании действительно стоит говорить постоянно? Рак молочной железы – второе по частоте встречаемости тип злокачественной опухоли в мире после рака легкого. Он является самой распространенной онкологической патологией у женского населения. Как избежать злого недуга? Как распознать на ранней стадии, чтобы не было серьезных последствий и успешным было лечение? Ответы на вопросы, которые автору программы дала заведующая филиалом женская консультация Людмила Павшук, должна знать каждая женщина. Людмила Иосифовна, почему именно молочная железа в женском организме подвержена злокачественным процессам? Молочная железа – это орган, который подвержен изменениям гормонального фона женщины. Молочная железа – это парный железистый орган, который на две трети состоит из железистой ткани, а одну треть представляет собой соединительная и жировая ткани. В зависимости от возраста структура молочных желез меняется и растет опасность заболевания. Примерно в 10-12 лет, когда у девочки начинает формироваться гормональный фон, начинается рост молочных желез. Когда устанавливается менструальная функция, то все мы прекрасно знаем, что под влиянием гормонов, меняющихся в менструальном цикле, молочная железа тоже меняет свою форму, структуру. А уже в период, близкий к менопаузе, происходят обратные инвалютивные процессы в молочной железе, и ткань железистая молочной железы замещается жировой и соединительной тканью. Когда снижается уровень гормонов, а именно эстрогенов, и происходит замещение железной ткани на соединительную и жировую, у женщины чаще всего могут возникать различные образования молочных желез, в том числе и злокачественные. Заболеваемость раком груди увеличивается пропорционально возрасту. В 20-25 лет такой диагноз – редчайший случай. Заболевших женщин до 30 лет – единицы, а вот после 35 риск возрастает в геометрической прогрессии. Каждые 5 лет почти вдвое. Очень важно распознать болезнь на ранней стадии. Это залог успешного и эффективного лечения. К сожалению, рак молочной железы на первых начальных стадиях заболевания он может себя никак не проявлять. То есть не будет никаких ощущений у женщин, не будет изменений ни формы, ни выделений. И зачастую женщины обращаются за помощью уже в стадии запущенных форм рака. На что нужно обращать внимание? Каждая женщина должна обследовать самостоятельно молочную железу и раз в году обязательно проходить осмотр у гинеколога с обязательным обследованием молочной железы врачом. На что в первую очередь обращает внимание врач? Первое – это форму, симметричность молочных желез, ровность контуров, наличие уплотнений, уплощений, так называемой лимонной корки. Обращаем внимание на форму соска и ареолы. Не должно быть трещин, изъязвлений, шелушений, каких-то язвочек без видимой на то причины. Никто не знает вашу грудь лучше, чем вы сами. Выявить заболевание на ранней стадии возможно лишь совместными усилиями врачей и вашими. Самый верный способ профилактики заболеваний молочной железы – самообследование. Его надо делать ежемесячно. Если врач осматривает женщину в первый раз, даже он может не увидеть того, что способна обнаружить сама женщина, если систематически проводит самообследование. Людмила Васильевна, для женщин очень важно знать, какие причины способствуют возникновению рака молочной железы, достаточно опасного недуга. Если вы обнаружили какое-то из перечисленных изменений самостоятельно, нужно незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Само лечение любых изменений молочных желез недопустимо. Людмила Васильевна, Вы очень хорошо и подробно рассказали о том, как женщина может сама исследовать свою грудь, для того, чтобы определить, есть ли у нее какие-то изменения. Но существуют же еще очень современные методы, очень точные диагностики. Вот, например, маммография. Кому и когда показан этот метод? У нас в Республике Беларусь с целью ранней диагностики рака молочных желез введен скрининг рака молочной железы путем обследования определенной группы населения методом маммографии. Этому скринингу подвержены женщины в возрасте от 50 до 69 лет. Они должны проходить скрининг один раз в два года. Вообще, для диагностики данного заболевания в первую очередь должен быть осмотр и пальпация гинеколога. Женщинам до 35 лет, как правило, мы назначаем УЗИ молочных желез. Женщинам старше 35 лет также назначаются УЗИ молочных желез и по показаниям маммография. По сей день неизвестно, каковы причины возникновения рака молочной железы, но существуют некоторые факторы риска, о которых необходимо знать. Основными факторами риска развития рака молочных желез являются раннее наступление месячных и позднее их завершение. То есть речь идет о возрасте раньше 12 лет и, соответственно, старше 55 лет. Отсутствие или не наступление беременности. Гормональное нарушение. Курение. Избыточная масса тела. Артериальная гипертензия. Сахарный диабет. Генетическая предрасположенность. И, конечно, стоит прислушаться к рекомендациям специалиста, следуя которым женщина может сохранить свое здоровье на долгие годы. Известно немало случаев, когда женщина, нащупав уплотнение в груди, не на недели, на месяц и откладывает визит к врачу. И все из-за боязни услышит страшный диагноз. Рак молочной железы встречается в 40 раз реже, чем неопухолевые и доброкачественные заболевания молочной железы. Всего в 2-3% случаев уплотнение имеет отношение к онкологии. И не так уж часто. Предраковые заболевания перерождаются в раковые. И все же, помните, рак молочной железы – это не смертный приговор. Не будем забывать, что молочная железа, помимо функции лактации, выполняет еще эстетическую функцию. Поэтому, уважаемые женщины, следите за своим здоровьем, будьте красивы и счастливы. Сегодня понятие психического расстройства многим известно не понаслышке. В положительном значении психическое здоровье – ключ от всех дверей, фундамент благополучия, полноценной жизни, успеха, счастья. Самым распространенным заболеванием считается депрессия. Специалисты прогнозируют, что в течение пары лет это заболевание возьмет первенство среди нетрудоспособных болезней. Давайте поговорим об этом откровенно со специалистами психоневрологического диспансера, психологом Оксаной Шаломицкой и врачом-психотерапевтом Лианой Ленкевич. В наш век скоростей, информированности, больших физических, моральных и нравственных нагрузок каждый человек наверняка испытывает душевный дискомфорт. Зачастую это может привести и к депрессии. Депрессия – это временное состояние или это болезнь. Об этом мы узнаем у специалиста-психолога Оксаны Геннадьевны Шаломицкой. Оксана Китательна. И все-таки депрессия. Наверное, это все-таки сложное состояние, да, человека? Депрессия – это то состояние, когда человеку душевно тяжело. Ему сложно справиться с какими-то сложными жизненными ситуациями. И это на самом деле болезнь, которую нужно лечить. Причем лечить в специальном учреждении. Если депрессия запускается и не лечится, то это приводит порой и к суицидальному поведению, к суицидальным действиям. Поэтому не нужно затягивать с лечением заболевания. Нужно не стесняться и идти к специалистам, которые помогут справиться с сложной ситуацией. А как определить? Человек просто расстроен и способен сам справиться с непростой проблемой? Или он на грани срыва, в депрессии, и ему необходима помощь? Просто расстроена – это переживала и успокоилась. А когда это затяжное состояние, когда не хочется ничего делать, становится скучно, мы теряем интерес к близким людям, мы теряем интерес к тем занятиям, которыми привыкли заниматься. Вот это уже первые признаки депрессии. Депрессия может стать серьезным нарушением здоровья, особенно если она затягивается и принимает умеренную или тяжелую форму. Она может приводить к значительным страданиям человека и к его плохому функционированию на работе, в школе и в семье. К сожалению, бывают случаи похуже, когда все заканчивается трагедией. Где найти ту, пусть и очень тоненькую ниточку, чтобы преодолеть опасное пограничное состояние? Может ли сам человек определить, что находится на грани? Конечно, сам в первую очередь, но и близкие люди, которые находятся рядом с ним. То есть, если вы замечаете, что человек, который находится рядом с вами, как-то душевно дискомфортно, плохо, у него меняется настроение, у него перепады в настроении бывают, нужно порекомендовать ему, может быть, подсказать, если он сам не знает о том, что нужно подойти к специалисту и получить адекватную помощь. В наше время от депрессии в мире страдают около 350 миллионов человек. Психические и неврологические расстройства являются ведущими причинами недееспособности молодых людей. Сегодня известны эффективные виды лечения депрессии. Главное – вовремя обратиться за помощью к специалистам, и это будет первым шагом на пути к своему психическому здоровью. Это комплексное лечение, это и медикаментозное лечение сюда включается, и работа с психологом, и с врачом-психотерапевтом. То есть, у нас именно комплексный, мультисциплинарный подход к этому заболеванию. Психологи рекомендуют. Лучшее средство от депрессии – это трудотерапия и физическая нагрузка, которая дает нагрузку телу, и нет мыслей. Не стесняйтесь записаться на прием к психологу. Вполне возможно, что вы и сами человек достаточно умны, но одна голова – хорошо, а две – лучше. И будет полезнее, если вторая голова будет принадлежать не вашей подруге или другу, а профессионалу. В трудной жизненной ситуации, какая бы она ни была, всегда нужно искать и находить выход из нее. И в этих ситуациях могут помочь вам не только близкие люди и специалисты, но и вы сами должны посмотреть на ситуацию с другой стороны. И порой бывает так, что люди боятся приходить и кому-то высказывать свои мысли. Этого не нужно делать. Нужно говорить, проговаривать. Даже когда вы проговариваете просто ситуацию, вы уже на нее смотрите с другой стороны, с другой точки зрения. И это помогает справиться с ней. Когда бывают случаи, когда нет никого рядом. Но у нас в городе работает служба экстренной психологической помощи, телефон доверия, номер 170. Служба работает круглосуточно. Работают высококвалифицированные специалисты, которые помогут расставить акценты, помогут найти выход из сложных жизненных ситуаций. Звоните, и вам помогут. Нет безвыходных ситуаций в жизни. Есть, всегда находится выход из той или иной ситуации. И, в общем-то, зачастую нужно поменять восприятие мира, восприятие ситуации и восприятие тех вещей, которые с нами. То есть поменять негатив на позитив. Это сложно. Это очень длительный, долгосрочный процесс. То есть это не происходит в одну минуту. Это надо работать. Работать над собой прежде всего. Но это вот должен захотеть человек. В зависимости от серьезности вашей ситуации, вы можете получить не только психологическую консультацию, но и медикаментозное лечение, которое значительно ускорит восстановление. Человек в своей жизни порой сталкивается с очень сложными ситуациями, такими, как смерть близких людей или заболевания тяжелые, как онкология. И, конечно, у человека возникает огромный внутри стресс. И человек порой не может понять, то ли ему идти за помощью, то ли ему попытаться самому справиться с ситуацией. Поэтому родные и близкие, когда находятся с таким человеком, замечают, что он изменился внешне, в поведении. Такие люди испытывают огромную боль в душе, чувство утраты и горя, которые затмевают обычные жизненные ценности, когда надо продолжать жить, несмотря ни на что, идти на работу, улыбаться, то есть двигаться дальше. И тогда человеку стоит все-таки обратиться за помощью к специалисту, потому что в связи с такой болью возникает чувство депрессии. И если его не лечить, он может привести к различным заболеваниям соматическим, не говоря про то, что он может привести к заболеваниям, которые потом будут иметь психологическую основу для других проблем. И если человек в таком состоянии сам не может решиться на визит к специалисту, на этом должны настоять его близкие. Человек, когда обращается к психологу, психотерапевту, психиатру, он получает помощь. Если ресурсов хватает справиться самому с психологом, значит человек посещает психолога и уходит, справившись на какое-то время с этой ситуацией, двигаться дальше. И если психолог видит, что человек не справляется, он направляет дальше к психотерапевту или психиатру. И тогда пациент получает или человек лечение медикаментозное, психологическое. И, соответственно, какое-то время у человека есть период, когда он имеет эту поддержку, которая ему очень важна, чтобы справиться с реакцией горя или с той ситуацией страшной, с которой надо научиться жить. Хорошие специалисты всегда работают в связке. Так что не пугайтесь предложению психолога посетить психотерапевта. Это значит только, что перед вами специалист, который четко разделяет случаи, в которых одной психологической помощи недостаточно. Часто человек сталкивается с сложной жизненной ситуацией и не может сделать выбор. Чаще в семье воспитывают и говорят, ты сильный, ты мужественный, ты справишься, стыдно кому-то говорить, что тебе плохо. И, соответственно, вырастает человек, у него какая реакция, я сильный, я справлюсь, мне стыдно попросить помощи. На самом деле надо уметь в жизни быть слабым. И вот такие стрессовые ситуации, когда человек сталкивается с большим горем или с ситуацией, когда, например, могут уволить с работы, конечно, это огромный стресс. Человек должен обращаться за помощью, потому что он сам не сможет с разных сторон посмотреть на ситуацию, он не может найти выход из тупика. А когда он будет работать специалистом, он поймет, что он обычный, что он может быть слабым, что он может быть плохим, но он такой, как он есть, и специалист поможет ему преодолеть эту кризисную ситуацию и адаптироваться к новым условиям жизни. Темп жизни ускоряется с каждым днем. Поэтому неудивительно, что вместе с ним растет и психоэмоциональное напряжение у людей, и очень важно его преодолеть. Каждый человек рождается в жизни в одинаковых условиях. В роддоме каждый ребенок испытывает огромный стресс, потому что ему надо бороться за жизнь, кричать, чтобы его покормили, быть в тепле, получать эмоциональное тепло от мамы, от папы. И, в общем-то, человек каждый сам строит свою жизнь и выбирает. И закон природы таков, что в этой жизни надо за все бороться. И какая бы в жизни ситуация ни происходила, человек должен понимать, что дорогу осилит идущий. Упал раз — поднимайся, упал два — поднимайся. Это опыт, который даст последствия человеку двигаться дальше. Чего греха таит? Регулярные нервные срывы стали привычны для некоторых из нас. А это — серьезный повод задуматься о психическом здоровье. Я желаю всем психического, физического здоровья. Я желаю, чтобы те испытания, которые бывают в жизни человека, ему чего-то учили. И чтобы, несмотря ни на что, человек двигался дальше, падал, поднимался с помощью своей руки, с помощью друга, с помощью специалиста. Главное — преодолеть свой страх, попросить о помощи. В декабре отделению ранней медицинской реабилитации исполняется 50 лет. Созданная в нашем городе в 2004-м, служба сегодня востребована настолько, насколько растет число больных сердечно-сосудистыми и неврологическими заболеваниями. И для государства важно вернуть к полноценной жизни людей, которых поразили тяжелые недуги. Вот почему было принято оптимальное решение разместить отделение на базе филиала больницы Молотковичи, где появилась возможность создать оптимальное, а значит, комфортное во всех отношениях условия для реабилитации пациентов, перенесших тяжелые недуги. На базе филиала с 1 июля открыто и функционирует отделение ранней медицинской реабилитации, рассчитанное на 50 коек. Отделение оказывает помощь пациентам неврологического профиля, кардиологического и травматологического профиля. Не только Пинскому региону, но и территориально закрепленным территориям. Это Столин, Лунинец, Иваново. Чуть больше месяца назад отделение ранней медицинской реабилитации на 50 коек справило новоселье в освободившемся здании филиала больницы Молотковичи. Во многом благодаря коллективу больницы здание преобразилось и сегодня полностью отвечает всем требованиям к стационарному медицинскому учреждению такого профиля. Проведены серьезные ремонтные работы с необходимым набором помещений, кабинетов. Это физиотерапевтический кабинет, логопедический кабинет, кабинет эрготерапии, ЛФК, процедурный кабинет. Достаточно большая площадь здания, где позволяет разместить пациентов в достаточно комфортных условиях. В отделении работает тот же персонал, который работал и в отделении по улице Советской. Это высокие профессионалы, обученные специалисты, достаточно грамотные. У истоков создания службы ранней медицинской реабилитации стояла заведующая отделением Светлана Телинкевич. И как никто другой, Светлана Ивановна может по достоинству оценить позитивные перемены в организации помощи пациентам отделения после перенесенных неврологических, кардиологических заболеваний и травм. Мы переехали с Советской. Условия пребывания намного-намного имеют свои 90% плюсы. Потому что, во-первых, комфортное пребывание пациентов – это раз, по два-три человека в палате. Есть и одноместная палата. Но это одноместная мы стараемся для тяжелого больного. Хотя у нас тяжелых больных нету, но маломобильные пациенты, где имеются нарушения функций тазовых органов. Тот ремонт, который сделан – светлота. Светло. То, что было на Советской, немножко притупляло это все. Здесь, наоборот, свежо и спокойно, можно комфортно выйти больному на улицу. К этому можно добавить и полноценное разнообразное питание. Но главным остается – профессионализм каждого члена коллектива. И подтверждение тому – многочисленные благодарности, написанные выписавшимися пациентами, а главное – результат и эффективность лечения больных, благодаря которой жизнь возвращает им свои краски и радости. Где-то 50%, которые пациенты поступили с нарушением мозгового кровообращения, которые были, не двигались, не мобильны, они, слава богу, вышли на улицу к машине, подошли на своих ногах. В частности, вчера, вот женщину, молодую женщину, 86-го года, является худруком в Лунинецкой зоне, она вышла на своих ногах. Для этого персоналу необходимо проявить не только профессионализм, но и терпение, внимание и чуткость к пациентам, многие из которых буквально начинают осваивать простые движения и навыки буквально с нуля. Само реабилитация, что это восстановление, поэтому реабилитация, вот я для себя была давно, три момента. Профилактика, реабилитация, но профилактика в основном занимается поликлиника, это уже реабилитация. Наше отделение направлено на восстановление нарушенных функций, которые развились в результате болезней или в результате травмы. И цель, чтобы трудоспособный приступил к работе. И второй, третий момент, это направлено на то, чтобы уменьшить тяжесть инвалидности уже у имеющегося инвалида. То есть, если у него инвалидность третьей группы, желательно, чтобы оставить третью группу. Если же он способен трудиться, значит, из третьей группы он может приступить к работе. Поэтому вот эти цели наши на уменьшение и на восстановление трудоспособности. Для этого в отделении есть практически все, что может благодаря грамотному, квалифицированному лечению по возможности вернуть человека в строй или максимально к полноценной жизни. Есть и физиотерапевтические методы, это физиолечение, есть лечебная физкультура, механотерапия и массаж. То есть, все, что необходимо для ранней реабилитации. И мы, в принципе, у нас есть приказ 1300 МЗ Республики Беларусь, то, что мы пациенты, особенно те больные, которые неврологического профиля, мы можем взять до двух лет от начала болезни. После двух лет, уже когда необратимый процесс, занимается отделением реабилитации при поликлинике. А это значит, что все болезни, которые грозят человеку инвалидностью, нужно прежде всего профилактировать и лечить на самых ранних стадиях. Пациенты, значит, поступают к нам, и вы знаете, что сразу чувствуется, меняется контраст больницы и реабилитации. То есть, душевный прием наших пациентов. Наши работники встречают, они могут на улице встретить пациента, куда вы, в отделении реабилитации, спокойно проводят, на пост, к медсестре, все расскажут, ознакомят с режимом. И вы знаете, что если пациент поступает немножко, такой весь напряжение, он сразу расслабляется. То есть, чувствуют вот эту теплоту, душевность. И плюс комфорт, комфортное пребывание. Они говорят, неужели я нахожусь в палате, где два человека, потому что в неврологии, да, там шесть пациентов. И в реабилитации у нас на Советской тоже, ну, четыре-пять человек находилось. Здесь два человека, это уже плюс. Многие из пациентов проходят реабилитацию не один и даже не два раза. И так приятно, что большинство ощущает на себе восстановительное лечение и может сказать слова благодарности, адресованные тем, кто так внимателен к ним и их недугам. И делает все, чтобы они чувствовали себя в жизни полноценными во всех отношениях людьми. Я уже два года здесь. Мне отлично нравится здесь. Я два раза проходил на Советской, это последний раз здесь. Здесь природа отличная и хороший коллектив, я их знаю прекрасно. Хорошо здесь. Движдь хорошо. Айтюк хороший, все хорошо. Ремонт хороший здесь, все хорошо. Пациенты поступают в отделение ранней медицинской реабилитации в состоянии, которое требует от всего персонала квалифицированного лечения, ухода, внимания. За 2-3 недели врачи и медсестры, фельдшеры и младший медицинский персонал буквально творит чудеса. Главное для них – желание человека преодолеть тяжелый недуг. Я хочу пожелать здоровья всем, и чтобы ни у кого не было ограничений жизнедеятельности, а это чтобы все были трудоспособны, чтобы все передвигались сами, самообслуживание у каждого было свое, и не было нарушений ориентации. Всем здоровья!